В Севастополе с пятом поколении Юрий Лагун научился плавать и мерять раньше, чем ходить. Еще в детстве добывал мидии и рапаны. Но только в зрелом возрасте изобрел и запатентовал способ производства чистого, свежемороженного мяса рапаны. Наше предприятие было организовано в 1994 году для промысла и переработки рапаны на мясо сыромороженное. Я попробовал рапану еще в советское время, это мне очень понравилось, стал его есть, но тогда делали мясо рапаной подваренным. Вкус, цвет и запах мне не понравились, а так как я пробовал сырую рыбу, сырое мясо, сырых всяких усиков, я подумал, что надо делать и рапану сырой. И стал делать рапану мясо, доставать сырым и переработать сырым. Для того, чтобы вкусно было и полезно. И придумал такую технологию. Дело-то я не для бизнеса, тогда мы не знали, что его бизнес, делал для себя, чтобы получить хороший продукт. Я его получил, потом профессионалы, мои друзья, которые были технологами, повели меня в портовую СЭС. Там была такая веселковая Надежда Ивановна, которая посмотрела и сказала, придумали классную вещь. Такой пока нет. Советуем идти учиться, разрабатывать технические условия, патентовать и производить хорошую продукцию. И все легко руки я пошел и стал делать мясо свежее или сыромороженное. Очищенное по технологии лагуна мясо, рапану, коренным образом отличается от вареного мороженого и по цвету, и по вкусу, и по себестоимости. Когда оно подваренное, то есть его варят в ракушке, когда сварили его в ракушке, оно сварилось вместе с внутренними органами, а белок уже скоагулировался. Все вредные вещества, которые были в внутренних органах и в мясе, они там остались и навсегда и сварились. Черная пленка навсегда оставалась на мясе и сварилась. Вкус, свет и запах очень плохие у такого мяса, неприятные. Я стал делать сырое, удаляю черную пленку, удаляю внутренние органы, вычищаю полностью мясо рапаны. И изнутри мяса рапаны удаляю остатки продуктов жизнедеятельности. Их можно увидеть в виде слизи, у меня есть специальная установка, которая механически удаляет эту вещь. В чем полезность мяса рапаны сначала начнем? Значит, это высокобелково содержащий продукт, как и многие морепродукты. В чем ценность именно рапаны, в ней белка легкоусвояемого, легкорастворимого, который человек получает сразу, организм тратит энергию, чтобы расщепить этот белок, как, допустим, из яйца и получить его в организм. До 90% белка в этом мясе находится. Этот белок, он повышает иммунную систему человека, улучшает пищеварение, улучшает строение мышц. И как любой белок, особенно морской, он полезен в том, что еще есть и микроэлементы, которые находятся в морской воде, так как это морской моллеск. Есть еще одно свойство рапаны, которое не очень многие знают, в том, что, допустим, японцы, корейцы его едят, потому что этот продукт, как и многие морепродукты, выводит радионуклиды из организма человека. А почему выводит? Потому что там есть йод, который также легко усваивается из этого мяса, потому что он тоже в свободном состоянии, то есть он не связан в какое-то соединение. И поэтому в Японии очень сильно стали, или в больших количествах стали употреблять мясо моллюсков, особенно рапаны, после Хиросимы и Нагасаки. Где вы добываете моллюсков? Раньше мы добывали и в Севастополе тоже. Сейчас в промысловых объемах в Севастополе нет рапаны, не потому что мы ее выловили, а потому что рапана хищник и идет, как любой хищник, за едой. И практически рапана убила всю медию, устрицу, съела в Черном море. Это экологическая катастрофа. Рапана появилась, первые образцы появились где-то в 1942 году, и она распространялась по всему шельфу Черного моря и съела очень много устрицы, много мидии и других двухсворчатых моллюсков. Она ими питается. Рапана идет за едой, то есть она движется по шельфу Черного моря против часовой стрелки с периодом примерно 7-8 лет. Как появляется снова ракушечка, то ли мидия, то ли других двухсворчатых, рапана приходит и снова их съедает. Это ее образ жизни, это хищник. Хищник завезен сюда, рапану завезли в балластных водах судов. Раньше балласт возили при торговом флоте мешки, там с песком и прочее, а потом появились балластные цистерны. И сейчас не только рапана, многие катастрофы идут экологические по морям, потому что из одного района земного шара, моря или океана попадает другой. И даже приняты документы, как и зачем очищать эти воды, что в них добавляется, чтобы все-таки не было такой катастрофы. У нас она произошла. Вот сейчас 2019 год, где промысел? Сейчас мы добываем, у меня стоят бригады в Керчи, в Судаке и в поселке Межводное. Это суда прибрежного лова? Да, это маломерные суда, небольшие катера, суда прибрежного лова. Ловят ручным способом, с аквалангом. Сюда привозите рефрижератором? Нет, не рефрижератором, привозим простой машиной. Есть для того, чтобы рапану добывать, то есть на каждое действие законное в государстве, всегда есть какой-то документ. То ли в кино мы пошли, то ли одежду покупаем, то ли что-то производим. Чтобы выловить рапану, есть технические условия на рапану сырец. У вас есть документы? Обязательно. У нас есть все документы, которые установлены законами Украины. У меня предприятие аттестовано, сертифицировано, лицензировано. Есть все дозвила, разрешения. Проводятся анализы, контролируется ветеринарным управлением, переработка и самопродукция. И портовый СС, сейчас бассейновый СС Черного моря, контролируют у меня санитарное, этологическое состояние предприятия. Лет 30 назад рапана, декоративный сувенир пользовалась большим спросом. Куда сейчас уходит отход этого производства? Я живу в Севастополе в пятом поколении, и мое детство прошло здесь, в Севастополе. Меня научили плавать и нырять раньше, чем ходить. И поэтому мы пацанами, все, мой возраст и последующий возраст, мы ловили эту рапану, мясо доставали, выбрасывали, а ракушку использовали для того, чтобы продавать как сувениры. И сдавали на сувениры, и сами продавали эту ракушку пацанами, чтобы там какие-то денежки получить. Сейчас, когда мы рапану перерабатываем, то есть достаем ее, если полностью достали моллюск из ракушки, то есть она пустая, мы откладываем в сторону, приезжают люди, которые занимаются сувениром, и покупают ее. Но на сувениры такое количество трудно продать. Покупают много мешками, тысячами штук, десятками тысяч штук. Мясо рапаны, вот справки и доклады я пишу. На сегодняшний день продается примерно 85-90 тонн мясо рапаны за год. Изготовлено за сезон. Всего сублета? На Украине. Из них почти 50% мяса рапаны продается в Севастополе. Один город продает мясо рапаны половину всего, что продается по Украине. Технология производства, предложенная Юрием Николаевичем, безотходная. В промзоне Камышовой бухты есть открытая площадка, где в естественных условиях сушится ракушка. Далее она дробится и перемалывается в муку. Этот продукт востребован для приготовления кормов на птицефабриках и животноводческих фермах. Ракушку после того, когда мы вытащили, мы высушили ее. В ней остаются остатки небольшие от внутренних органов рапаны. Когда она высыхает, мы потом ее дробим на специальном дробильном аппарате. Мы ее пропускаем через мельницу. Получаем муку. У муки диаметр от нуля, от двух микрон до двух миллиметров. Эта мука потом продается в сельское хозяйство и использует для питания в основном птицы, большую часть. Очень хорошо работала Укрспецтехнология предприятия в Тернополе, которое провело научные исследования для питания перепела этой муки. Получили очень хорошие результаты. Предприятия под Киевом работают, под Харьковом у нас берут частные предприниматели, которые кормят птицу, животные. Нашествие рапаны можно сравнить с сельским пожаром. Хищник уничтожает все на своем пути и уходит на новые площади за пищей. Но и сам хищник стал желанной добычей для человека. Таковы законы природы. Владимир Лорионов, программа «Наше время».